Всем привет! На связи Рашид Грифулин. Сейчас буду снимать видео о том, что же есть в поселке Кемир. В поселке Гюйнюк получается даже, а не просто Кемир, потому что до Кемира еще ехать и ехать. Находимся значит в отеле Mirage Park Resort. Вот с коридора такой вот вид открывается из окошка, даже можно руку высунуть, здесь окошко приоткрыто. Такой вот пейзаж на одну сторону. Вон Алинка ждет, когда лифт подъедет. А с другой стороны подъезда вот такой вот вид открывается на горы. Красота, да? Ладно, пока поедем. Вот, а это наш ресепшн получается отеля Mirage Park Resort. Здесь вот гостей встречают, главный вход основной, но с той стороны лифты находятся. На втором этаже бары, ну чай попить можно коктейли посидеть в режиме ожидания, если еще не заселили. Вот, выходим потихоньку и пойдем дальше по магазинам, потому что нужно еще что-то купить, что-то там осталось, да? Ну и по мелочи. За окном месяц июль. Сегодня какое число? Наверное, 5 июля 2022 года. На улице тепло. Сколько градусов? Наверное, 37-38. Вот потихоньку уходим с территории отеля. Здесь вот такое вот кольцо, куда вот заезжает транспорт и спокойно может выехать. И на улице здесь проезжают автобусы местные, на которых можно добраться до Анталии. Это вот седьмой автобус, нам бармен, девушка сказала. На восьмом, говорит, не доедете, тормозите седьмой. Остановка с той стороны есть и остановка еще есть вон с другой стороны. Здесь находятся еще соседние отели разные. Вот, видим название Мираж Resort. Ладно, пошли пешечком дальше, неподалеку от нас начинаются как раз торговые ряды. Вот наш отель, оттуда вышли, дорогу перешли. Кстати, дорогу, когда будете переходить, обязательно оглядывайтесь по сторонам. А вот кстати 7 автобус, который едет до Кемера. До Кемера в ту сторону надо ехать, до Анталии в ту сторону как раз. Ну так вот, когда будете переходить дорогу, обязательно смотрите по сторонам, потому что, потому что турки не уступают дорогу пешеходам. В редких случаях бывает, только вот автобусники уступают, а автомобилисты, водители автомобилей не уступают, летят, я неmedim, как этот как метеориты и даже они думают чтобы остановиться и вот неподалеку от нашего отеля мы все думали чё же здесь люди зависают куда они смотрят что здесь лебеди что ли как в обычных озерах да у нас он в казани окажется нет вот пригляделись сейчас вот увеличу немного здесь вот черепахи плавают он рыбы видно плавают и черепахи вот куда-то они видимо спрятались попробуем поискать где же наши черепашки я чё-то не вижу видимо они спрятались что ли пока жарко мы вот вечером проходили тут их штук 7 наверно плавала ладно обратном пути будем идти возможно вылезут вот мы все так же недалеко от нашего отеля мираж resort идем дальше вот по этой улице прямо 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 вот не спеша проходим соседние отели greenwood resort что интересно вот с этой стороны это же пляжная зона первой линии и там у каждого отеля своя значит свой мини пляж а вон дальше в ту сторону там идет уже общий городской пляж расскажите пожалуйста свое мнение о кемере а точнее о поселке говенюк чего без комментариев устала работала что ли устала отдыхать ну ладно ничего страшного через дня два домой жарко ну слабо не жаркое было надо вечером выходить они в пять часов вечера пока еще тепло вот кстати да вот сейчас он приближу вот здесь вот шер вот написано здесь проход в ту сторону вот здесь еще проходим кармира resort and spa такой отель на территорию заходить конечно не было не будем по территории чё каждый метр будут показывать не на что ли какой ну надо же обновленную информацию от июля 2022 года кому-то интересно посмотреть что здесь появилось новенького или что осталось старенького это вот футбольная площадка видимо а это вот соседний соседний корпус нашего отеля а это вот машина да а это вот ты от потихоньку доходим и до супермаркетов до местных торговых рядов где можно купить чаи и сладости тысячи мелочей там очки для плавания баллоны бассейны миниатюрные надувные сейчас будем проходить и посмотреть а в мегросе в мегросе лучше брать чем тут почему в мегрос тогда не идем пошли в мегрос все покоя мыло ей не дает хочет взять да мыло а бренд тот же по моему у того дядьки с мы смотрели другой был а чё почем не помнишь помощь раз вот такие взяли 2 доллара за штуку сейчас узнаем чего почем те дяденька продавец да как выяснилось от эти мыло доллар за штуку по 2 доллара это вот эти мы вчера взяли за 5 долларов три штуки это одна штука сколько получается полтора доллара даже больше 17 доллара примерно сам дешево получается понял о танцующие кактусы ну и сладости разные внутри видимо кальяна разные тоже есть сейчас выберем тогда а то просили закупить видимо на подарок кому-то все-таки вот эти оказались тоже по 2 доллара не по одному если по 2 как вчера мы брали мираж отель не там есть хамам просто ребенка не оставишь хамам можно не жарко будет его интересно это значит пемза мыло еще чё это для пилинга для пилинга варежка это доллар сюда можно подарком вот вино сироп гранатовые вкусняшки всякие здесь есть тоже вон рахаты лукумы рахат лукумы зажигалки но это из китая тысячи мелочей свойствия думаю из местного здесь кофе должно быть турецкая ну и вина возможно турецкие может возьмем вино да вот дыни вино даже по-русски написано вишневина черная шелковица вино ежевика гранат ну ладно стать все раз наверное потому что это место занимает а место чемодане ограничено в этот раз все под завязку все мыло закупили у того дяденьки у которого вина продаются потом вот недалеко аптека есть вчера тоже мы тут очень много денежек оставили так как говорят же лекарства в турции делают очень качественно и за подделки их там карают по законам вот из-за этого набрали витамины d всякие тераплюшки там еще что-то еще что такое тысяч на 12 по моему вышла надеюсь нас в аэропорту не тормознут не скажет что куда вам столько таблеток хотите быть супер здоровыми вот дальше торговые ряды продолжаются здесь вот тоже чемоданы всякие сон там кстати попугай сидит паша котором 5 лет так дальше дальше идем дальше вот все то же самое в принципе одежда очки я вон там вчера кепку кстати купил за 105 лир вот этого который меня на голове турции вроде написано немного сторговался конечно то за 120 или за 130 лир предлагали вон там кстати пестики детям купил водяные так чаще вон там чай и нам давали попробовать о кстати вот как раз до отеля дошли атлантика он называется в виде корабля и вот неподалеку за ним прямо и налево там тоже много разных торговых рядов где вот одежду тоже качественно и и и и еще много чего а сейчас немного пройти надо и дойти до следующей аптеки для того чтобы посмотреть и сравнить цены с предыдущей аптекой ради интереса во первых и во вторых еще купить там от боли спине от мышц спазмов и еще какие-то таблеточки попросили зацепить вот прошли дальше получается до этого корабля транс-атлантик вот и вот здесь как раз сто пятьсот всяких тоже магазинов вон там вон савенирка продается тоже заходили посмотреть вон еще одна аптека много чего привозите денег короче побольше с собой потому что куда потратить всегда найдется вот здесь вход в этот атлантик как раз таки вот здесь чемоданчики продают рота натурел всякие крема вчера тоже в каком-то из следующих магазинчиков закупили чай и разные красивые вкусные да потом мыло тоже вкусный на запах он там одежду какую-то взяли зашли в аптеку это молодому человеку чупа чуп подогнали чтобы не хулигаял хотя и так вроде тут спокойно ночью почувств дает о себе знать ну все пошли дальше закупили в аптеке что там надо было теперь дам игры за пойдем от идем-идем торговые рейды разные кстати галере мол тоже можете пройти вдоль этой улице мы туда заходили там снеггерс какой-то 40 лир что ли стоит 40 лир умножаем на три с половиной получается это сколько у нас около 140 рублей за один маленький снеггерс но я бы не сказал что это аутлет и что там какие-то дешевые цены мы там пробежались посмотрели женой вчера но не нашел их там дешевых цен вот в магазинах вот которым мы пришли там всякие полотенца всякие там коврики всякие одежда но качественная но и стоит это того не дешевые для дешевых цен за этими надо ехать в вайкики там как раз китайские эти товары привозят и под своим брендом продают он дальше домашний текстиль потом еще какие-то магазины обуви что-то покушать можно купить шаурму мороженое не все таки вот дорогу перешли природа вообще красивая да я же говорю придут красивая дальше вон горы ну и магазин и магазин и продолжаем идти потому что в том конце мегрос на сегодняшний день кстати масочный режим отменили и не надо маски таскать вот что удобно да нет до этого уже он был нет буквально сколько месяца три-четыре назад ну вот в том году сентября приезжали мы с тобой в маске ходили по анталии забыла что ли а те еще по поводу экскурсий вот мы короче убрали экскурсии у нашего туроператора санмар он по моим скорл тревелом вместе сотрудничают они вот и подъем на гору вот на эти горы тохталыга что ли что такое называется не помню точно погуглите на канатную дорогу и вот мы взяли вечернее время сам цвет называется что интересно вечернее время что там у нас вышло на 2 взрослых по 69 долларов на каждого и 5 долларов на ребенка до двух лет ему годик потому что вот на 140 короче доллара вышла там рублях это около 8000 рублей оказалось мне потом ребята сказали лучше бы ты на улице вот здесь вот взял экскурсию то что вот на уличных вот этих вот ребят который экскурсии продает вот эти туры в два раза дешевле но и вот спросил если у вас подъем на горы до горит есть утренний есть время в обед есть а вечерних нету вечерние у нас стоят на стопе горит и продавать мы их не можем вот мы его у нашего туроператора взяли потому что они могут себе позволить видимо так что в любом случае не прогадал но сюда еще вот эти фрагменты вставлю видео как на на горы ходили будет интересно а вот мы плавно добрались до центральной улицы получается здесь идет направление ту сторону уже в анталию ходит а за эту сторону в кемер а мы находимся в поселке гейнюк дальше идет мечеть вон там да и вот от мечети от мечети правее находится место где каждую пятницу с утра и до шести или до 7 8 вечера собирается местный рынок раз в неделю фрукты и овощи всякие самовары всякие сладости но достаточно по дешевым ценам можно поторговаться клубнику мы там видели за 35 за 40 лир за килограмм но не купили потому что тогда не денег с собой в наличии не было карту мира они не принимают так что на этот рынок нужно идти только с наличкой имейте ввиду все да сейчас дорогу перейдем здесь вон тоже сувениры всякие он магазины и вот эти как раз таки кемерские горы сейчас светофор дождемся и дорогу перейдем вот частично дорогу перешли светофоры здесь быстрые машины тоже очень быстрые которые не будут останавливаться вас пропускать так что в любом случае надо обязательно дождаться светофора вот а пока полюбуемся на такие красивые пейзажи кемерских гор сейчас светофор дождемся и дойдем до игроса который находится там примерно а кстати правее вот от этой арки да он там как раз таки банкоматы стоят нас вот приближу банкоматики нашли рекомендовали вот в этом банкомате попробовать снять сейчас вот попробуем по выгодному курсу здесь получится вот банкоматах можно снять денег со своей мировской картой либо тинькофф либо другой банк берете заказываете карту мир и здесь вот в анталии в кемере можно снимать наличку и вот на рынках всяких тратить но в большинстве случаев в любых магазинах аптеках больших да можно расплачиваться картой мир вот почти дошли до этого мигра сейчас посмотрим что за нахваленный такой магазин с турецкими ценами он помидоры и овощи и лимончики вот такие цены это все в лирах идет сейчас дальше посмотрим нормально это если реально цена за воду 1 и 5 это умножаем на три с половиной то сколько получается это получается 5 рублей с копейками за 0 5 бутылку что нормально а это уже он дорогие всякие воды 11 лир 10 лир на из тле вода по моему она очень дорогая а здесь получается около 35 что рублей 36 нифига нормально ну в принципе да цены достаточно вкусные на на многие позиции вот так что не играть нормальные цены но только для нас не подходят ладно пошли пошли а то капризничать что-то для сравнения там я посмотрел даже диздорант волк спать красный такой мужской магазинах обычно сейчас уже 250 300 рублей да а здесь я на рубли перевел где-то 160 рублей вышло в мегарисе ну ладно пока нет такой необходимости так чистить до сравнения все остальное тоже можете там посмотреть умножить цены достаточно вкусные ну а мы пока да пошли дальше чё магазин маленький ну да это тебе не ашан люди вон лежат балдеют побольше бывает но в поселке гернюк уж куда здоровенные она не будет делать идем дальше посмотрим еще что интересненько выводят по пути нам попадаться но все не грыз там слева остался позади мы этой же дорогой возвращаемся снова сторону своего отеля здесь опять-таки тапочки шортики все что надо вот здесь вот как раз коврики продается для но есть не просто на кухню три штучки 5 долларов стоит этого вот такие маленькие а вот эти уже по 2 доллара как я помню а нет вот эти по моему маленькие 2 доллара а вот эти чуть чуть побольше вот эти вот почем да вот такой коврик один доллар один два то получается вот такие три доллара а такие два доллара коврики разные красивые тоже продается побольше есть майки что-то разные сорты написано 5 евро что на 5 евро это если пересчитать на 65 рублей это насколько это получается где-то 320 330 рублей в среднем спорте какие красивые здания необычные это вот магазин опять таки отъезд и чемоданов чемоданы сейчас спросим вот такой чемоданчик 30 долларов но он пластиковый можно разломаться а вон тот побольше сколько тоже 30 а понял цвет только другой да а вот побольше которая нипочем пищи есть если надо ну вот вот это вот чемодан от 40 уже все такой маленький компактный нужен они есть металлический каркас нету чтобы он не сломался вкусняшки 3 штуки 5 евро я знаю штука 1 доллар вот эти вот вкусняшки сладости он у того дяденьки 5 или долларов или евро мне горит разницы нету одинаковые курсы мило игра если это в лирах в лирах умножай город на 17 вот и все это на данный момент это начало июля 2022 года курс тоже 3030 обте по качестве не 40 долларов до силиконовые идут а это 35 тоже силиконовый последний пластика до пластика уже сломаться может просто наручную кладь нам надо вот строговались немножечко 40 долларов и чемоданчик за 30 долларов забрали ну получилось 510 лир я уже дожал чуть-чуть за 500 лир отдали сейчас курс пока 3 и 4 вот умножаем получается 1700 рублей чемоданчик такой обошел ты говоришь что такое на алиэкспрессе суставе но мадрин турция ну а это 1700 обошелся нам как раз наручную кладь а где моя кепка out а тут добра набрала в рюкзак не лезет и ручную платья сили немного переделать вот кстати тоже интересное здание на втором плане видно а ну да как я сказал вот как раз галереи mall outlet якобы вот лет целый низкий но там нифига не низкие так что всякие сувениры брелочки лучше вот на улице виллу участников брать потому что они хотя бы на уступки могут идти чем вот такие большие магазины возвращаемся снова к аптеке где сейчас тоже закупали несколько витаминчиков все пойдем дальше вот и снова возвращаемся к нашему отелю транс атлантик вот с этим молодым человеком которого за пазуху несу особо прогуляться конечно не получается но хотя бы так примерно показал где можно здесь погулять в гуинюки поселке здесь получается это вот основная улица сзади где торговые ряды дальше продолжаем если идти то там мечеть а после мечети раз в неделю бывает рынок по пятницам ну дальше снова возвращаемся к нашей отельной дороге где вот вдоль снова торговые ряды мелкие туда будем заходить стали или все все что надо купили вот в тот ряд как бы сильно не хотелось на место не осталось главное чтобы перевеса не было а так все двигаем сторону мираж парк resort вот обратно возвращаемся уже параллельной дорогой и как я уже сказал здесь уже проход на общий пляж городской зря перешли тенечек с той стороны ну ладно чего не растаем вот с этой стороны футбольного поля что справа что слева как я понял значит тоже еще один проход на городской пляж он люди возвращаются а здесь у нас написано гуинюк такси паркинг значит видимо таксишки стоят и вот что по поводу такси мы вот находимся в гуинюки отеле повторюсь еще раз мираж парк и резорт мы спросили сколько будет стоить до 5 м игр раз доехать до анталии сказали около двух тысяч двухсот лир а игру в рублях это 2200 а так в лирах вот пересчитать разделите на 17 эту сумму ой точнее на 3,4 и разделите на 17 эта сумма в долларах получится сейчас сейчас он в общем 30 километров с гуинюка до анталии стоит 2200 в одну сторону 2200 в другой это если на такси на трансфере а если же на седьмом автобусе который часто здесь кстати вот проезжаете уже много раз видел как он проехал но бывает что конечно он витком забит временами но если свободный есть можно доехать тоже ехать минут где-то 50 сказали нам по времени и стоит это не сильно дорого проезд на билет а вот до 2 доллара с человека получается это короче рублях 100 рублей либо 30 лет считается но не 30 сколько там 234 лира но также с поселка гуинюк можно доехать до поселка кемер это уже основной где находится как раз таки и вайкики и катон и всякие такие сетевые мировые бренды которые продают как нам сказали по секрету китайскую одежду из-за этого такая дешевая по фиксированным ценам в лирах вот из-за этого мы туда и съездили пару дней назад и закупили два больших пакета футболок шортом всяких костюмчиков детям и себе тоже футболки набрали ну где-то на 14000 рублей в любом случае мы когда в казань переезжаем особо по магазинам не ходим так как нет ни времени ни желания на это жена просто свою берется заказывает вещи что подходит забираю что не подходит дальше отправляет но обычно старается выбирать максимально точно чтобы возвратов не было потому что возвраты сейчас стали платные и платить за возврат вещи как бы они сильно никому не охота из-за этого большая часть вещей подходит из этого поселка гуинюк доехать до кемера но по времени совсем там минут 15-20 что ли занимает это не 50 не час до антарии и стоит это тоже в разы дешевле просто если автобус битком а мы с коляской с маленьким ребенком который капризничать любят это не очень удобно так что вы ездили на бесплатном трансфере от отеля когда там вас везут в этот какой-то шоу-рум либо бижутерии либо какие-то шубы и вам подается это продать и вы там должны изображать покупателей потенциальных которыми как которым это якобы интересно минут 20-30-40 потом говорите я подумаю идете дальше своей дорогой и далее уже гуляете сколько вам влезет вот кстати доходим уже до нашего отеля и вот гуляете сколько влезет получается там три четыре пять часов и после этого снова подходите в тот шоу-рум который вас привезли нас в шубный например возили и мы сказали что все мы готовы ехать обратно в наш отель и на бесплатном трансфере также нас отвезли буквально минут 15-20 по времени это составило вот самое что мне не нравится это вот эти вот ходить изображать интересующий взгляд покупателя потенциального потому что эти шубы там вообще конских ценных ценника стоят конских денег нафиг не надо вот добрались до нашего отеля уже еще минут пять вот это все добро надо скинуть и пойти уже на ужин вот такие вот дела друзья надеюсь видео было интересно полезно если все понравилось не забудьте поставить лайк нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие ролики ну и задавать свои вопросы в комментариях ниже под этим видео следующих роликах постараюсь на них ответить все всем спасибо всем пока